Добро пожаловать в Black Desert! Сегодня на дворе 17 января, с вами снова Роман и я продолжаю снимать, играть и снимать видео из этой игры. На ваших глазах, господа, город Эфирия, который расположен на побережье океана. Находится он на самой западной окраине карты мира Black Desert. Портовый город, как я сказал, находится на берегу океана. Здесь есть порт, здесь есть возможность построить верфь. В этом городе присутствует алхимик, присутствует кладовщик. Здесь можно нанимать рабочих. Чем занимаются местные жители? В основном, конечно же, это рыбная ловля, так как город расположен на берегу океана. И единственное, что здесь можно делать, это ловить рыбу. Сегодняшнее видео называется «Как построить брик». Дело в том, что в прошлом году, осенью, вышло крупное обновление в игре, которое, сейчас уже не помню, как точно называлось, добавило новую локацию, новый контент. Ну, локацией трудно назвать это. Был добавлен океан с его обитателем. В подводных глубинах появились новые виды и флоры, и фауны. На морском дне теперь можно собирать различные растения, кораллы, водоросли, устрицы, ракушки. В морских глубинах океана водятся различные виды животных, монстры, всякие чудовища. Ну, а по бескрайним просторам океана бороздят на кораблях пираты. Много нового было добавлено с этим огромным дополнением. И, конечно же, обязательно появились новые корабли, новый вид водного транспорта. Ну, к тому, что уже было. Какие корабли? Если я не ошибаюсь, у гильдии появилась возможность строить большие боевые корабли. То ли галеры, то ли галеоны. Сейчас уже точно не скажу, как они называются, так как я играю соло. А простые игроки могут строить брик. И вот сегодня я расскажу и покажу, что нужно для того, чтобы построить брик, каким образом это осуществить. А самое главное, продемонстрирую основные трудности и сложности в постройке этого самого корабля. Брик. Зачем вообще его строить? Ну, к сожалению, я показать сам кораблик вам не могу, потому что у меня его нет. Я его не построил и вряд ли когда-либо построил. Почему? Вы знаете из этого видеоролика. У него есть вооружение, насколько я знаю, как мне говорили игроки. Есть пушки. Можно нанимать команду, которая бы управляла этими орудиями. К тому же скорость брига несколько выше, чем у рыбацкой лодки. Ну, опять-таки, по разным сведениям игроки говорят мне, что в 2 раза выиграли. Но главное преимущество брига перед остальным водным транспортом является то, что у него можно восстанавливать износ. Ну, как вы знаете, у любого транспортного средства есть износ. Когда вы едете, например, на рыбацкой лодке, внизу желтая полоска, и по мере того, как вы пользуетесь водным транспортным средством, у вас износ уменьшается, то есть прочность уменьшается. Ну, и когда оно упадет до нуля, скорость передвижения будет очень медленной. Так вот, у брига, у единственного, можно восстанавливать этот самый износ. У рыбацкой лодки, у плотов, у обычных лодок нельзя. Поэтому покатались, выкинули, купили ножны. А у брига восстанавливать прочность можно. Вот в этом основное преимущество брига перед рыбацкой лодкой. Я сейчас нахожусь, как я сказал, в городе Эфирии. Почему именно здесь? Этот самый кораблик, Брик, строится в верфи третьего уровня. Такая верфь есть только в Эфирии. Если рыбацкую лодку можно было строить в том числе и на острове Илья, это севернее города Велии, вот Велия и вот остров Илья. Вот здесь вот можно на верфи второго уровня строить было рыбацкую лодку. Ну, в том числе и в Эфирии. То вот для постройки брига необходима верфь третьего уровня, которую можно построить исключительно в этом городе, Эфирии. Ну, на постройку, конечно же, требуется потратить некоторое количество очков действия. Я сейчас точно не скажу. Вот это верфь. Так, очков влияния не есть, извиняюсь. Ну, вот сейчас точно не могу сказать. Видите, здесь три очка влияния. Ну, и на то, чтобы добраться до верфи, тут нужно было построить, видите, несколько зданий. Вот это, вот это, вот это, вот это. И только потом можно было построить верфь. Итак, верфь третьего уровня. Вот здесь, собственно, и строится этот самый корабль, этот самый Брик. Вот он, сертификат. Брик из Эфирии. Всего существует две главные проблемы в том, чтобы построить этот самый корабль. Но я начну с менее значимых сложностей и о самом трудном скажу в конце этого видеоролика. Сперва скажу о том, что для постройки этого корабля нужно очень много времени, потому что, ну вот, давайте я сделаю, у меня верфь уже здесь построена, управление производством. Значит, выберем здесь Брик из Эфирии. Значит, ну вот, те материалы, которые нужны для постройки, вы видите, чертежи, Брик из Эфирии 20 штук, древесина 800 штук, слиток стали 600, фанера из сосны 1500, и лен 300. Ну, а об этих материалах я скажу чуть позже. Так, чатик я забыл выключить, мешается. О материалах я скажу чуть позже. Всегда вот выключаю, чтобы он мне не мешался. А пока перейду к тому, почему долго строить. Еще раз. Для постройки нужно большое количество работников. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, дело в том, что рабочий, один рабочий, переносит материал из склада в верфь и строит, как вы видите, в среднем 2 часа. У меня здесь находится один рабочий, рабочий, специалист, человек, видите, синий. И вот на то, чтобы он перенес одну единицу, нужно 2 часа 16 минут. Причем, странно, но GameNet сделали таким образом, что независимо от того, где находится ваш работник, в какой части света, время приблизительно одинаковое. Вот что у меня рабочий в Эфирии стоит, 2 часа 16 минут. И если я возьму рабочего, который находится в Альтинове, в столице меди, и это на противоположном конце карты, вы видите, здесь время даже меньше требуется. Почему меньше? Ну, потому что у меня здесь рабочий эксперт. Как вы знаете, рабочие ранжируются по рангам. Самый простой, зеленый, потом синий специалист, потом, если я не ошибаюсь, эксперт оранжевый, и потом самый последний мастер. Если я правильно их проранжировал. Видите, как много нужно времени для того, чтобы построить этот самый брик. Поэтому одним рабочим здесь не обойтись. Но я вам сейчас предоставлю свои подсчеты. Я тут подсчитал, сколько нужно времени. Начнем с того, что нужно нанимать будет очень большое количество рабочих. Предположим, что вы не такой человек, который занимается крафтом, производством в игре. Ну, вот как я. У меня, видите, на данный момент, хотя я играю уже почти год, всего лишь раз, два, три, четыре, пять рабочих было. Ну, и вот этого я только что вот нанял в эфире. Пять рабочих. Ну, я не занимался производством паков, крафтом, торговлей, поэтому вот у меня было всего лишь пять рабочих. Больше мне просто не требуется. На то, чтобы нанимать рабочих, необходимо в городах покупать бараки. Это все очки влияния, ребята. На постройку бараков нужны очки влияния. Поэтому, если у вас недостаточно очков влияния, большое количество рабочих нанять вы не сможете. Поэтому здесь приходится, ну, вот так вот. У меня все очки влияния почти вложены в склады. Вещей много, складов много, почти все склады зайдут под завязку. Поэтому, если сейчас, например, мне строить бараки, ну, где-то нужно брать очки влияния, либо транспортные узлы какие-то убирать, либо склады убирать. А куда девать барахло, ну, фиг его знает. Нужны рабочие. Давайте будем считать так, что, ну, у вас есть эти очки влияния, и вы можете себе позволить постройку бараков и создание новых рабочих мест. Я буду отталкиваться от синих рабочих и возьму среднее время 2 часа 15 минут. Почему от синих? Ну, опять-таки, делаю предположение, что у вас нет большого количества рабочих, и вот сейчас ради Брига вы решили нанять этих рабочих и построить этот самый корабль. Когда вы будете нанимать этих людей, а нанимаются эти работники у... Ну, я думаю, те, кто играют в Black Desert, знают. Я продемонстрирую. Нанимаются они здесь, в частности, в эфире. Сейчас мы найдем. У МПС, которые заведуют рабочими местами. Так вот, ну, понятное дело, что покупать вряд ли вы будете хороших рабочих, потому что это все-таки деньги. Ну, тратить, не знаю, кому как. У кого много денег, ну, можете себе позволить поправить. А так, скорее всего, вы будете просто нанимать рабочих. Так вот, при найме рабочих с большей долей вероятности вам будут попадаться самые простые рабочие и зеленые. Так, вот здесь у нас стоит управляющая Адель. Давайте мы его и посмотрим. Ну, аукцион рабочих, как я сказал, здесь они продаются. Ну, денежки, вот видите, синие стоят по 600 тысяч. Мастер стоит... Сколько стоит мастер? В Кальфионе. Что-то этот совсем дешевый. Да, тут рабочих не так много. Так вот, скорее всего, вы будете нанимать рабочих, а я больше не могу, потому что у меня, видите, нужно большее количество бараков. Ну, давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Так, вот у меня в эфире есть один рабочий. Мы его сейчас уволим. Да, ну вот теперь смогу нанимать. Один барак, ребята, это один рабочий. Так вот, когда вы нанимаете рабочих, тратится энергия. Ну, вот у меня 222, это максимум, что у меня сейчас есть, на 56-100 будет. И попадаются, как я сказал, чаще всего именно зеленые. Работники самые простые. Ну, вот в данном случае, видите, выпал синий синий специалист. Когда вы делаете наем, можно менять, тратится 5 очков энергии. И вот, в основном, это, видите, зеленые попадаются. Вот я меняю, трачу свои очки энергии. Зеленые, зеленые. У меня где-то из 20 попыток... А, ну вот, видите, мне очень сильно повезло, выпал даже желтый. Ну, вот, если вам так вдруг повезет, конечно же, сразу берите. Понимаю. Ну, обычно при найме попадаются зеленые и, в лучшем случае, синий. Ну, это вот мне сейчас очень сильно повезло, что я нанял мастера. Это очень большая удача. Поэтому я буду, ребята, отталкиваться от того, что беру синих рабочих, специалистов. Значит, ну, и начинаю подсчет. Несет одну вещь, он 2 часа 15 минут. Ну, вот я и за это выскажу. Ну, давайте посмотрим, я сейчас нанял этого мастера в эфире и сколько он будет внести. У меня, в каждом штучке. Ну, тоже, наверное, около 2 часов примерно. Ну, час 47, видите, разница в полчаса. Ну, будем отталкиваться вот, вот, синий. Возьмем среднее 2,15. Значит, ну, или ладно, давайте возьмем 2 часа, пусть вот вам повезло, вы тут найдете таких хороших рабочих и возьмем 2 часа. 2 часа. Значит, нам нужно перетащить вот это вот все. Это, сейчас схожу, давайте сосчитаем, сейчас по-новой придется посчитать. 800, 600, 1,5 тысячи, 300 и 20. 32, 20. 3220 единиц. По 2 часа. Значит, умножаем, получаем 6440 часов, один рабочий будет трудиться. Ну, получим 268 дней. Один рабочий будет это дело таскать. Возьмем, что мы носим 24 часа в сутки. Предположим, вы целенаправленно поставите задачу построить этот брик и будете заходить в игру 2 раза 3 раза в сутки утром и вечером и кормить их пивом. Рабочие, чтобы работали, необходимо их подпитывать пивом, у них тратится энергия. Так, ну вот я нанял в эфире мастер-гигант, у него вот 30 единиц, то есть в принципе на сутки его хватит. Если брать гоблинов, у них всего лишь 8, то есть через каждые 8 часов вам нужно будет заходить и пивом подкармливать. У человека 23 единицы. Поэтому, конечно, лучше нанимать гигантов. Скорости тут особо видеть и нет, что гоблин, что гигант, а вот эти вот очки не имеют значения, чтобы вам каждые 8 часов не заходить в игру и не спаивать их пивом. Ну, возьмем так, что они у вас 24 часа трудятся. Вот на то, чтобы построить брик, нужно 268 дней одному рабочему. Если вы наняли 10 рабов, ну, соответственно, это будет 27 дней почти. Если вы наняли 20, рабов, то, соответственно, это у нас получится ну, грубо говоря, 14 дней. Вот, имея в наличии 20 работников, на постройку брига вам нужно 2 недели. С учетом того, что эти работники трудятся круглосуточно. Много или мало, ну, судите сами. 20 работников и за 2 недели вам бриг построят. Казалось бы, все просто, да, ребята? Ну, почему нет? 2 недели можно трудиться. Но, переходим к следующему моменту, следующая сложность постройки брига. материалы, материалы, это материалы. Давайте посмотрим, что нужно для бригг. Итак, лен, 300 единиц. Вот он, лен. Работники могут собрать. На аукционе есть, можно купить. Дальше, фанера из сосны. Можно нарубить древесину сосны, самому изготовить. Это очень долго, ребята. На аукционе есть фанера из сосны. Вот, видите, средняя стоимость по каждому аукциону. Можно купить. Слитки стали. Можно самому, работники добывают. Кстати, сосну работники тоже добывают, так что не обязательно самому рубить. Наделают вам, вам нужно лишь будет с помощью колки дров переработать материал для бриггинс сосны и получить фанеру. Слиток стали. Работники добывают и железную руду, и уголь. Можно самому сплавить куски с углем, слитки сделать. Но на аукционе есть, можно купить. Древесину оставляю напоследок, ребята, это самое интересное. Чертеж бриг из эфирии. Где взять? 20 штук нужно. Вот таких вот чертежей. Где их взять? Показано. Где взять эти чертежи? Во-первых, есть большая сюжетная линия здесь в эфирии. Она берется у кладовщика. Я пока ее не выполнил. Неизведанное море называется. На 55 уровне наберется. Так вот, здесь за выполнение некоторых заданий в качестве награды дают эти самые куски. Давайте посмотрим. Найдем. Вот, кстати. Видите, вот этот чертеж получается здесь за задание подводной ущелью. Ну, вот тут можно посмотреть. Тут еще есть некоторые задания, где эти самые чертежи появляются. Да, вот, видите, еще один чертеж. То есть, вот здесь можно их получать. Еще чертежи можно получать, выполняя ежедневные задания в городе Эфирий. Я сейчас покажу, где это. Ежедневное задание, его можно выполнять один раз в день. Ну, в принципе, с учетом того, если выполнять эти ежедневные задания и пройти вот эту сюжетную линию, то за две недели можно собрать 20 чертежей. Берется задание у Килоферта Палаццо, у этого гоблина. Задание называется Благосклонность семьи Палаццо. Ежедневное задание. В качестве награды можно получить либо вот этот чертеж, ну, либо выбрать денежку 100 тысяч серебра. Задание очень простое. Все, что нужно, это отнести вот этих два ящика, но тут их больше, но достаточно отнести всего лишь две штуки на пристань. Отнесем два ящика на пристань и в качестве награды нам этот гоблин выдаст чертеж. Ну, таким вот образом 20 дней 20 чертежей. Ну, как я сказал, выполняя еще сюжетку, там еще несколько чертежей, ну, в принципе, две недели где-то там, ну, плюс-минус пару дней. Вот, эти чертежи можно добыть. И теперь, ребята, пока я организую этот ящик, переходим к самому сложному, к основной причине, почему лично я не буду строить брик, и почему многие игроки на этот брик добьют. А геймнет пошла по такому пути, ну, да, игроки скажут, в принципе, и не должно быть легко получить этот корабль. Но геймнет пошло по такому пути, что оно усложнило задачу не качеством, а количеством. Я сейчас объясню, что я имею ввиду. Значит, заставил я первый ящик. Вы помните, что нужно на постройку брига 800 единиц древесины. И я показывал, что на аукционе в принципе все остальные материалы можно легко купить. вот, давайте ради примера вам покажу слиток старых. Вот, на аукционе есть, можно купить. Видите? Что там еще было? Доски из фанеры? Ой, фанера из, как она там называлась? Фанера из сосны, да? Давайте посмотрим. фанера. Вот, фанера из сосны. Полно, можно купить. Что там еще было? Лен, 300 единиц, льна. Да кто же он есть? Вот, можно купить. А теперь, ребята, переходим к самому интересному. Древесина. Древесина. Вот она. Вот это самая древесина, которых нужно 800 единиц. этой самой древесины. Древесина получается из пиломатериала. Сперва вы добываете бревно, потом бревно перерабатываете в пиломатериал и только потом получаете древесину. Давайте посмотрим, есть ли бревна. Нет, ребята, их нет. Этих бревен просто-напросто на аукционе нет. Мне говорили некоторые игроки, что эти бревна уходят по ставкам по бешеным ценам. Так вот, основная проблема в том, что эти бревна не добываются работниками. Все остальное работники могут добыть, а бревна работники не добудут. Поэтому, чтобы добыть бревно, вам нужно взять в руки топорик, идти и рубить дерево. Вот в чем основная проблема. Но это еще не все. На то, чтобы создать одну единицу древесины, необходимо, ребята, 80 бревен. Давайте сейчас посчитаем. 80 бревен на одну древесину. Древесины нужно 800 штук. 800 умножим на 80 и получаем 64 тысячи бревна. 64 тысячи бревна. У меня знакомый строит этот бревн. Он занимается рубкой. Занимается рубкой леса. так вот он за 4 часа рубки леса 4 часа он рубил дерево с топором. Ну полностью израсходовал всю ту энергию, которая у него была. Так вот за 4 часа непрерывной рубки у него получилось бревен на 20 древесины. Он рубил сосну, но помимо этого там еще получилось и фанер. То есть 90 фанер сделал. фанеру можно купить на аукционе, а вот древесину нельзя. Так вот за 4 часа рубки 20 единиц древесин. Да, еще учитывайте что когда вы рубите у вас тратятся очки влияния. Вот те самые вот у меня сейчас вот здесь вот видите энергия вернее очки влияния опять я перепутал вот энергия тратится. Поэтому когда вы рубите тратится эта энергия ну и понятно дело что нужно будет персонажу отдыхать с тем чтобы восстановить эту энергию. Так вот за 4 часа он нарубил 20 единиц древесины. Если он будет в течение 4 часов каждый день рубить ему необходимо 40 дней заниматься этим. 40 дней ребята представляете рубить бревна по 4 часа в день. Так вот я выполнил это задание сдаю и в качестве награды выбираю вот этот самый чертеж брига из эфира видите вот я его получу. Все в следующий раз я могу это задание взять на следующий день. Кстати по поводу брега здесь вот у этого гоблина за 1000 единиц репутации очки дружных они называются видите тут можно команду обучать на этот самый брег доступ в магазин будет что там продается тоже что-то там какой-то лодочник в магазине продаются вещи для брега так вот сложность в этих бревнах ребята давайте посчитаем если предположим что вы такой вот ну супер задрот гомосек дровосек задрот и решите что да вам нужен брик но предположим вы будете в день тратить два часа почему два часа рубки леса ребята я не знаю я выполнял задание по сбору материалов меня больше чем на час не хватало у меня сбор всего лишь профессионал а он кстати мой знакомый уже эксперт или мастер сейчас не помню как он говорил по сбору сбор по моему эксперта это изготовление мастера то есть все это тоже конечно влияет на скорость два часа рубки ну если очень сильно напрячься может быть сможете осилить вы скажете ну почему Роман я могу четыре часа рубить да но это нужно ведь рубить не один день и не два и даже не три и даже не неделю и даже не месяц четыре часа это вот я посчитал сами судите это сорок дней поэтому вряд ли вы осилите ежедневную четырехчасовую рубку леса и при том имейте ввиду что очки энергии то есть помимо того что вы рубите лес вам нужно будет еще оставаться в игре класть своего персонажа там спать на кровать чтобы эти очки энергии восстанавливались быстрее потому что восстанавливаются они видите всего лишь одна штучка за три минуты поэтому медленно поэтому это нужно находиться круглосуточно в игре спать персонажу энергия восстановилась снова идти рубить так вот если тратить два часа в день это нужно 80 дней ребята 80 дней рубки леса для того чтобы набрать необходимое количество бревен на этот самый злосчастный брик а силики ну не знаю я и для себя это для меня не игра если я буду заниматься каждый день по два часа ходить рубить бревна добывать это уже не игра это уже такая вот супер задротца для гомосеков ой для дровосеков поэтому вот этот самый брик ребята для гомосеков дровосеков задротов сколько нужно бревен я вам рассказал в чем эта сложность получения постройки этого брига ну в принципе если кто-то играет семьей или у него один аккаунт ну можно там распределить два часа в день один человек рубит два часа другой человек рубит ну и так вот за 40 дней вы себе брик сделаете а одному игроку заниматься ух ты 10 лямов мне сегодня да а вот одному игроку строить этот брик ну не знаю на этом все видео буду заканчивать спасибо за внимание надеюсь вы поняли в чем основные сложности постройки этого корабля этого брига ну корабль повторяюсь для гомосеков дровосеков задротов кому интересно топор в руки в лес и рубите бревна спасибо за внимание с вами был Роман и до новых встреч в Глокбе